Русская литература XX века И в этом смысле весь объем, все огромное пространство русской литературы XX столетия на Западе переводится по любви и по желанию издателей и переводчиков. Итак, соискатели в данной номинации. Софи Бенеш, Франция, за перевод собрания сочинений в трех томах Исаака Бабеля, издательство Le Brie du Temps. Ле Вен Фей, Китай, за перевод книги «Дыхание лирики», издательство Translation. Дмитрий Набоков, США, Швейцария, за перевод повести Владимира Набокова «Волшебник», издательство Adelphi Edition. Джон Элсворт, Великобритания, за перевод романа Андрея Белого «Петербург», издание Пушкин Пресс. Генрих Хлыстовский, Польша, за перевод романов Гайто Газданова «Вечер у Клэр» и «Призрак Александра Вольфа», Национальный институт книгоиздания «Польша». Для награждения победителей я приглашаю на эту сцену президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, члена Попечистического совета премии «Читай, Россия» Наталью Солженицыну. Прошу вас, Наталья Борисовна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Высокое жюри, дорогие соискатели, почтенные гости. Сегодня все наше внимание отдано переводчикам и их текстам. А писатели, родители этих текстов скромно стоят поодаль. И пусть себе стоят. Однако нетрудно представить, что они чувствуют, когда они свое дитя отправляют в заморские края одного к чужому дяде-переводчику с неизвестным исходом. Надо сказать, что я была свидетелем многих больших огорчений и также ярких радостей Александра Исаевича, связанных с провальными или великолепными переводами его книг. Его вообще очень интересовало, интриговало, занимала эта профессия. И сама личность переводчика, что он должен быть за человек, готов ли он, способен ли он усыновить чужое дитя, чтобы дать ему новую жизнь в своей стране, на своем языке. Или же только позволит ему рядом посидеть в кабинете во время работы, и чтобы тихо сидел, не мешал. Александр Исаевич много думал о тайне перевода и не раз обсуждал это со своими литературными друзьями. Мы сейчас приготовили к печати часть обширной переписки Александра Исаевича с Лидией Корниевной-Чуковской. Наиболее интенсивной эта переписка была в годы его изгнания. И вот, что пишет в ответ Александра Исаевича, пишет Лидия Корниевна в феврале 1975 года из Москвы в Цюрих. Вы правы, говоря, что в Советском Союзе лучшие переводчики мира, потому что у нас вынуждены крупнейшие поэты заниматься переводами. Но вы опустили другую причину. Сейчас перечислю виртуозных теперешних переводчиков. Гелли Скул, Рита Райт, Любимов, Волжина, Левик, Нора Галь, Гребнев, Ларье и так далее. Они сами по себе вовсе не поэты и не прозаики. Уж во всяком случае не крупные. А переводчики они виртуозы. А Пастернак иногда просто плохо переводил. Чем вызван такой взлет качества переводов? Тем, что в культуре советской существует переводческая школа. И даже не одна. Теоретические работы Кашкина, Эткинда, Федорова. Первая теоретическая работа «Принципы художественного перевода» была написана Гумилевым и Чуковским еще в 1920-м годах. А сейчас ежегодно выходят специальные сборники статей о переводах. У нас высокая культура перевода, а началась она с Жуковского в 19-м веке. Конечно, перевод Фауста гениален, потому что Пастернак гений. Но Селлинджер переведен совсем не гениально. Элит и Райт изумительно. Совсем не из-за ее гениальности. Александр Сеевич был очень внимателен к своим переводчикам. Старался встречаться с ними, но уж во всяком случае переписывался со всеми из них, кто хотел. И всегда отвечал на все их вопросы, как бы не изнурителен был список этих вопросов. Но у большинства российских писателей 20-го века вплоть до 90-х годов, то есть той номинации победителя, которой я имею честь огласить, такой возможности не было. И вот созданный в России институт перевода наверняка будет способствовать тому, чтобы возможность общения у переводчиков с их писателями появилась. И если не с самими по причине их ухода, то во всяком случае с нашей страной и с тем воздухом, которым дышали российские писатели. И это, вне всякого сомнения, скажется на результате. Александр Сеевич писал, Да лучше не иметь никакого перевода, чем неудачный, однобокий, формальный. Вдруг проблеснул, попался мне на глаза перевод «Озеро Сегдон». Это в апреле 71-го года, нас еще не выслали. Я прочел и даже задрожал. Да это выше всякого перевода. Да это, как я сам написал по-английски каждую фразу. Как передана вся ритмика, дыхание и голос. Полет и жизнь фразы. Вот это и надо. Переводчик, как любимый соавтор. Остается пожелать нашим писателям и их переводчикам, чтобы им чаще выпадало счастье обрести друг в друге любимых соавторов. Джон Элсворт за перевод романа Андрея Белого «Петербург». Издательство «Пушкин Пресс». Я ошеломлен. Я очень тронут, я очень благодарен и очень полщен. Спасибо вам за эту премию. Для меня это имеет огромное значение. Частично из личных причин, потому что я как раз в эти дни справляю 50-летие своего первого посещения тогдашнего Советского Союза, когда я приехал в стажировку в МГУ. А к тому же это почти 100 лет с тех пор, как Андрей Белый начал писать этот роман. Он был переведен на многие языки. Французский переводчик сидит здесь в первом ряду. Но как-то эти переводы не укоренились, не нашли, кажется, нужных читателей. Это роман не всеми любимый, далеко не всеми читаемый. Но все-таки роман, который, на мой взгляд, очень стоило еще раз перевести. И я более чем рад, что моя попытка, видимо, кончилась успехом. Спасибо. Большое спасибо. Награда в издательство «Кушкин пресс» будет направлена сразу после завершения нашего конгресса. Я хотел бы добавить, что издательство «Альба» и перевод Анны Карининой будут награждены на барселонской книжной ярмарке в начале октября нынешнего года. Продолжение следует...